Добрый день, дорогие мои! В общем-то, уже поскольку весна как пришла, как нам только что сообщили в новостях, то я вместо традиционного, что это Парадокс с Игорем Виттолем, хотел уже запеть весна, опять пришла и лучики тепла. Ну, не до конца еще пришла, надеюсь, что мы и увидим. И лучики телепла, и небо в алмазах, а пока наш телефон в студии 6510-996, Котгорда-495 или на странице финам.фм на сайте нашей программы Парадокс. Можете писать нам, и мы ответим в гостях у меня директор направления социальный проект агентства стратегических инициатив Владимир Яблонский. Владимир, добрый день. Добрый день. Владимир, значит, для начала для наших радиослушателей все-таки некое разъяснение термина, потому что, несмотря на то, что я часто общался и с вами, и с агентством, для меня было все-таки несколько загадкой и направлений деятельности, и чем стратегические инициативы отличаются от других агентств, которые чем-то занимаются. А уж социальные проекты, внутри это прямо-таки, наверное, как-то игла в утке, в утке в кощей. Ну, в общем, понятно, да? Вещь с многократной вложенностью. Объясняйте, чем занимаются социальные, чем и стратегические. Ну, в целом, идея агентства состоит в том, что у нас в стране в среднем бизнесе, в социальной сфере довольно много людей, которые уже какие-то проекты реализовали, построили завод, реализовали какую-то уникальную программу в своем ВУЗе или в своей школе, ну и, в принципе, могли бы делать что-то большее. И даже иногда хотят. А другой вопрос, что не выходит. Если государство в каком-то виде все-таки откликается, как мы понимаем, на призывы тех или иных лоббистских групп, ну, скажем, угольщиков, нефтяников или металлургов, и с ними довольно просто коммуницировать, хотя бы потому, что их не так много по количеству, то вот это довольно большая неструктурированная масса людей, делающих... Вообще хотят жить там, где они живут сегодня, хотят что-то именно там сделать. Или в соседнем регионе. Ну, как вы понимаете, сделав бизнес в среднем, скажем, в своем регионе, выйти в соседний, ну, довольно тяжело. К счастью, у нас сегодня довольно активно работают и деловая Россия, и опора России, и РСПП. Какой-то в последние годы позитив здесь наметился, но это все-таки предприятие объединения. Идея агентства состояла в том, что можно быть, ну, своего рода оператором для того, чтобы помочь таким проектам реализоваться, помочь фактически лидерам этих проектов сделать что-то еще, ну, и создать этим самым кейс. В чем стратегичность? Конечно, поддерживать какие-то конкретные, особенно небольшие проекты, там, по строительству какого-то заводика или созданию там уникальной образовательной программы, наверное, было бы неправильно, хотя бы по отношению к другим. Таким же, поэтому идея в том, чтобы находить те проекты, которые при своей реализации, открывают ниши, открывают рынки, открывают совершенно новые сферы или снимают те административные барьеры, которые могут позволить, ну, десяткам и сотням таких же проектов состояться. То есть это не просто помочь раскрутить отдельный бизнес, это открыть новые рынки с помощью бизнеса? Ну, фактически, да. Ну, я простой пример приведу сразу. У нас, по нашей оценке, сегодня около 5 миллиардов долларов в год, это невостребованный спрос со стороны родителей на детский отдых детей. Вот такая ниша для бизнеса. У нас были прекрасные лагеря в советское время за счет того, что были, ну, в современных терминах говоря, налоговые льготы, методы стермулирования предприятий для того, чтобы они помогали родителям, чтобы дети отдыхали. Сегодня всего этого нет, инфраструктура не то что обвешала, она развалилась, отсутствует, нет современных программ подготовки вожатых, образовательных программ для детей, ну, появляются в каком-то количестве частные лагеря, но этого довольно мало. Можно построить 10, 20, 30 артеков, и они сегодня будут востребованы, а пока люди мучаются. Ну, то есть это некое частное государственное партнерство? Ну, это может быть и ролью бизнеса, но государству, конечно, нужно, чтобы дети росли, чтобы дети развивались. А агентство как бы, оно вкладывается деньгами, а агентство вкладывается... Агентство вообще не вкладывается деньгами, у нас бюджет на сегодняшний день только операционный. Фактически мы нашли несколько проектов, которые больших, средних, малых, которые вскрыли те проблемы, которые есть и в частном государственном партнерстве здесь, в детском отдыхе, и показывают, что и как можно изменить конкретно. А как? Можно вот мне схему адресовать? Ну, существует лагерь, допустим, ну, немножко обветшавший. Я как предприниматель хочу сделать... Зачастую все намного проще. Вот мы, вторая тема, которой мы тоже активно занимались уже более чем год, это частные детские сады. У нас гигантская очередь, больше двух миллионов детей. Построить в детские сады, построить садик стоит одно место на ребенка около миллиона рублей. Если вот перемножить два миллиона на миллион, получится деньги астрономических, никогда не найдется в бюджете регионов. Хотя сейчас строятся сотни детсадов новых, стараются этой проблемой справиться, но здесь частный бизнес мог бы и дешевле, намного быстрее это решить. Вот одна из главных проблем, которую мы поняли, это просто, ну, говоря в бизнес-терминах, отсутствие деловой практики у губернаторов, у руководства регионов о том, как такие проблемы решать. Им проще строить, выбивать лишние субсидии, освоить на строительство. Проще всего губернатору выбить деньги из бюджета, построить новые детские сады. И забыть про это. Ну, потому что социальная сфера вещь какая-то не очень понятная. Альтернатива? Альтернатива, например, субсидировать частный сектор. Как? Принимать региональный закон, устанавливать... У нас президент говорит о том, что мы должны создать равные условия для всех форм собственности, например, при оказании социальных услуг. То есть для бизнеса, для некоммерческого сектора, для третьего сектора и для бюджетного сектора. У нас сегодня, например, в ряде регионов субсидируют частников, которые хотят этот детский садик открыть. Ну, как субсидируют? Государство в среднем на ребенка в бюджетном саду тратит около 100 тысяч рублей в год. Это без капзатрат, это только вот, так сказать, услуга. А негосударственному сектору дают, скажем, 25 тысяч рублей в год. И он дальше с этим разбирается сам. Ну да, то есть если вы, как гражданин, имеете право конституционное на услугу образовательную, вы ее в одном месте можете получить полностью бесплатно, а в другом... А в другом частично бесплатно. Да, надо еще заплатить. Хорошо, Владимир, извините, перебью, на шаг назад. Значит, я решил, что я предприниматель, я хочу детский сад построить. Значит, стоимость места мы посчитали миллион рублей, да? Это если строит государство. Почему? То есть, а если я начну строить? Это ваши проблемы. То есть, значит, я уже как предприниматель вряд ли смогу потянуть детский сад, построить его заново, потому что бизнес этот при существующих ставках кредита, административных барьер, всем прочим, скорее всего, никогда не окупится. Ну вот мы смотрели опыт многих предпринимателей в целом ряде регионов. Например, в Красноярске у нас модельный проект, где в течение шести лет создали более трех тысяч мест в надомных, в квартирах фактически, в надомных детских садах. В Самаре создали тоже большое количество мест, там около 30 объектов. Это детские сады на первых этажах новостроек, ну, где-то на 50 мест. Вот на базе этих проектов мы выделили те или иные системные проблемы. Они оказались на федеральном уровне, например, это санпины, пожарные нормы. То есть, ты хочешь делать частный детский сад, например, в арендованной квартире. У тебя должно быть два умывальника на разной высоте, там три входа, пять железных столов, ну, в общем, довольно... То есть, агентство помогает разобраться с подобными вещами? Фактически, мы коммуникатор здесь между бизнесом и властью в тех сферах, где пока власти непонятно, как с этим работать. С другой стороны, удалось, вот если говорить про детские сады, уже как состоявшийся проект, удалось сделать меры поддержки государственные дополнительные к тому, что было. Вот в прошлом году уже это работало, с этого года, если вы хотите открыть, вы как предприниматель, например, на домные садики, вы можете до миллиона рублей получить через федеральную субсидию Минэкономики, плюс регион еще добавляет от 10 до 100 процентов. То есть, в максимуме там до 2 миллионов. Дарьян, еще раз перебью. Значит, насколько я знаю ситуацию, существо... Поправьте меня, если я не прав, да? На домные садики, это хорошо. Это значит, что я у себя на дому могу открыть там садик. Вы берете в аренду несколько квартир? Ну, неважно. У себя на дому взял в аренду квартиры. Более-менее понятный вариант. С первыми этажами не очень хорошо знаю. Но я знаю, что в Москве огромное количество детских садов частных действуют следующим образом. Они просто берут помещение у существующих детских садов и на базе них делают частные детские сады. Нет, таких очень мало в Москве. Это не так. Ну, у меня другие сведения. И в результате это те места, которые уходят из бюджетного сектора и просто коммерциализируются. И при этом государство еще и помогает. Здесь, возможно, немножко другая ситуация. В Москве, как и, впрочем, в других регионах, к сожалению, большое количество детских садов, они в годы перестройки ушли из муниципальной собственности. Очень много ушли даже не коммерсантам, они ушли под прокуратуру, под милицию, под разного рода федеральные бюджетные учреждения. Это как раз я считаю очень правильно. Всегда ребенок должен расти под одной крышей. Ну, возможно. Из детского сада сразу переходить в обезьян. Тем не менее, я вернусь на шаг назад. Если вы сегодня хотите открыть, например, на первом этаже новостройки частный детский сад, получив лицензию, получив субсидирование в том числе, то вы сможете вот с этого года получить, как некоторый результат уже, получить субсидию от регионального Минэкономики, которому эти деньги дают федеральные Минэкономики, это федеральная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Суммарно это будет до 20 миллионов рублей. Без возвратных денег. То есть просто, если я хочу, я прихожу. А куда я прихожу? Вы приходите в региональные Минэкономики и участвуете в конкурсе. В Москве это департамент поддержки предпринимательства. Фактически для вас это нулевой вход в бизнес. Другой вопрос, что... Ежели я это получу... А там как, мягко говоря, с конкурсами? Они как проходят? Потому что, Владимир... Это не конкурс по 94-му ФЗ. Ага. То есть я не должен соответствовать, предоставить нишу? Нет, там такого нет. В принципе, мы заинтересованы в том, чтобы... Не то, чтобы я детский сад собирался. Я услышал, это правильный вопрос, конечно. Значит, здесь ситуация какая. И в федеральной Минэкономике, и мы заинтересованы в том, чтобы максимальное количество предпринимателей получили субсидии. То есть наш КПА это увеличение количества предпринимателей, фактически увеличение количества мест. Но вам-то все равно, кто получит? Нам... Это хороший конкурс, тут вам еще выделили деньги, и прекрасно их получают. Вопрос-то никуда не касается, вопрос к региональным структурам, чтобы предприниматель на месте, но об этом после выпуска новостей в жизни не получит нужные ему деньги. Ну что ж, продолжим. Напоминаю меня в студии Владимир Яблонский. Это парадокс с Игорем Витлем. 65, 10, 99, 6. Код города 495. Владимир, ну вопрос-то мной был, мой понятен, да? Это должна существовать не вами сделанная какая-то, что вы должны контролировать поток федеральных денег или муниципальных, любых бюджетных, а должна существовать некая обратная связь. Потому что везде, где возникает госзаказ, госденьги, ну вот из своего опыта говорю, знаете, как в Израиле говорят, кошерно. Вот кошерно не бывает нигде. Ну давайте я попробую ответить. Во-первых, агентство, собственно, было создано специально не как госструктура, а мы автономная некоммерческая организация, вот НКО. Которое сейчас можно каждый день увидеть в новостях по разным поводам. Я не говорю, что вы коммерческая структура. Нет, нет, я поясню. Как раз для того, чтобы мы не возникали как новое ведомство, а видели себя, чувствовали и жили как предприниматели и как те люди, которые конкретно получают эти услуги, стояли на их стороне. Поэтому для нас важно, чтобы действительно были созданы эти места в детских садах, эти детские лагеря новые, чтобы появлялись новые услуги. Ради этого мы, в принципе, работаем. Может быть, это звучит немножко патетично, но это действительно так. Потому что никакого другого смысла в нашей деятельности нет, там бюджеты мы не распределяем, каких-то других задач мы не решаем. Значит, но, конечно, это ручной режим. Это продолжение, ну, в хорошем, может быть, смысле ручного режима управления, да. Должна возникать система, я здесь с вами согласен. Вот одна из идей, которая... И не просто система контроля, вообще система, которая бы сама себя воспроизводила и позволила бы создать, и регулировала, и воспроизводила, и регулировала. Вот одна из идей здесь, которую мы продвигаем тоже последний год, это создание системы независимой оценки работы социальных учреждений, социальных услуг и системы рейтингов. Есть такое тоже поручение президента. Значит, идея состояла в том, что люди должны иметь возможность через какие-то современные технологии, например, краудсорсинг, через использование рейтингов, просто давать оценку тем услугам, которые государство для них оплачивает. В первую очередь, это социальные услуги. Это образование, это здравоохранение, это медицина. Медицина, конечно. Вы получаете деньги, скажем, деньги идут за вами, за родителям, за ребенком, вы несете их в то или иное учреждение, и дальше вы говорите, да, мне это нравится, мне это не нравится. Ну, характерный пример — это дополнительное образование детей. Нравится ребенку секция танцев, он в нее ходит. Он говорит, нет, папа, я не хочу туда ходить, я буду ходить вот на фигурное катание. Да, и фактически бюджет идет за вами, и, соответственно, вы можете легко дать оценку, нравится, не нравится. Ну, конечно, критериев может быть больше. Ну, я вижу еще, что сразу существует огромное количество проблем с обратной связью, потому что, опять-таки, простите, перебью, если взять любой коммерческий проект, особенно, например, связанный с туризмом, мы прекрасно видим, как манипулируют рейтингами, накручивают, откручивают и так далее. Даже в самых утонченных западных аналогах, да, которые бы, казалось бы, со всего мира... Ну, просто почему... Мы понимаем, что никакая система не бывает совершенно, но в то время, когда... Да нет, но она вообще никак не совершенна. В то время, как нет никакой системы, мне нужно найти стоматолога, например, у меня заболел зуб. Вот как я ищу врача сегодня, опрашиваю знакомых. Или я хочу отель в Турции, например, выбрать. Значит, я лезу на форум, читаю там долго отзывы, да, и вот каким-то образом выбираю. А дальше вы внутри себя проводите работу, вы внутри себя фейковые отзывы, которые явно написаны заказчиками, пытаетесь как-то отделить. Работа муторная, механическая и очень... При этом государство тратит астрономические суммы, триллионы рублей на то, чтобы создать дополнительные социальные услуги, построить перинатальные центры, поликлиники, как-то вот улучшить качество... И не иметь обратной связи. Сделать электронную регистрацию в поликлиниках и т.д. и т.п. И, в принципе, никак не понимает обратную связь. Ну, я в свое время просто ради интереса я читал про медицинские услуги на разных сайтах. И теперь представим себе, да, ну, есть определенные... Знаете, здесь вопрос вообще психологии. Мы вот на Красноярском форуме буквально недавно проводили круглый стол там с федеральным Минздравом, с регионами, послушали их прекрасные доклады о том, что делается. А дальше задаем вопрос, а как вы думаете, люди вообще удовлетворены вашими услугами? А мы не знаем. Ответ был, ну, люди обычно приходят на бессознательном состоянии. Я говорю, ну, коллеги, это, может быть, вы действительно делаете много. Вы много строите, там, готовите, развиваете те или иные учреждения, готовите врачей, пытаетесь что-то изменить, без сомнения. Конечно. Но люди никогда не будут этим довольны, хотя бы потому, что просто нет общего языка. Или нет какой-то системы, которая связывает запрос и ответ на языке, понятном потребителю. Если мы такую систему не создадим, хотя бы элементами. Вот в Москве можно по-разному оценивать, там эти дороги Мосру, там сервера, которые сегодня, порталы работают в мэрии Москвы. Ну, какой-то элемент появился. Хотя бы там можешь написать жалобу, посмотреть, что с ней происходит. Ну, очень плохо, но зачатки появляются. Но это уже сложно ликвидировать. Нет, это можно ликвидировать. Проблема в том, что зачатки появляются, да, но, опять-таки, давайте уж откровенно говорить друг к другу, поскольку мы с вами оба знаем, как это работает, да. Потому что большинство таких заказов, которые были сделаны по госзаказу и позволяют заниматься электронным правительством, электронным и так далее, на них было неоднократно, еще до прихода нормальных людей, распилено чудовищное количество денег, просто чудовищное. Ну, а потом, когда уже потребовалось показать результат, то отдали заказ. Вот, на самом деле, ничего не имею против даже того уж, как бы это некачественно звучало, чтобы кто-то с прибыли немножечко своровал. Но отдали бы заказ людям, которые умеют делать. А на выходе-то мы обычно имеем шок. Ну, может быть, вот эта модель отдали заказ, она вообще не здесь способна. А вот как сделать так, да, чтобы оно работало? Скажу, мы бодаемся с Медздравом уже некоторое время. Другой просто пример. Например, Медздрав уже много лет обещал сделать какую-то систему, на которой вообще социальные услуги, в первую очередь, скажем, медицинские услуги, ну, человек может узнать, действительно, какие есть поликлиники, какие услуги оказываются, вообще в рамках страны. Постоянные клятвы, мы это сделаем, у нас на это есть 100 миллиардов, 200 миллиардов, ничего до сих пор не сделано. Мы говорим, окей, есть бизнесы, есть уже существующие порталы на рынке, которые готовы это сделать, ну, давайте откроем им данные, сделаем какой-то регламент, чтобы действительно в этом рейтинге кто-то заплатил, не возникало. Такую позволять сейчас, как можно записаться к врачу. Ну, да, да, давайте дадим бизнесу возможность это сделать, зарабатывать на этом, гарантировать и проверять, что это будет честно, этот рейтинг, эта информационная система, ну, пусть делает бизнес. Ну, вот нет, все-таки, нет, нет, мы сделаем сами, но потом. Вот я думаю, что эту стену сейчас удастся преодолеть. Такая же история с вот этой независимой системой оценки социальных учреждений. Буквально на днях, по-моему, 4 апреля вышло постановление правительства, Медведев подписал о создании такой системы. Ну, несмотря на довольно активные наши усилия, все равно фактически там написано, что за независимую оценку потребителями тех социальных услуг, которые они получают, отвечают федеральные органы исполнительной власти. Кстати, а правоохранительные органы тоже к социальному услугу у нас относятся? Ну, в части проверок относятся, конечно. Прокуратура может прийти в школу и разбираться. Независимый рейтинг обезьянников в Москве. Ну, можно сделать все, открыть еще несколько зоопарков, у нас, кстати, их мало. Да, тоже рынок. Тоже рынок. Но дело не в этом, на шутки шутками. Не, на шутки шутками говорится постановление, что вот, например, общественные палаты региональные создадут некий общественный совет, и эти общественные советы будут представлять потребителей каким-то образом, операторам. А зачем такая многоуровневая структура? Я не понимаю. И когда можно пустить бизнес, действительно, но только договориться о бизнесе, ведь очень просто. Ну, есть рейтинговое агентство, это независимый бизнес, фактически. Ну, если вы имеете в виду рейтинговое агентство, которое работает на рынке, там, кредитования и так далее, то есть, бюро кредитных историй и так далее. Не, ну, почему? Ну, вот мы работаем с рейтингом агентством «Эксперт», например, там есть опыт, они и медицинские учреждения, и вузы там рейтингуют. То есть, это уже не краудсорсинг, это просто не... Это профессиональная оценка, да. А нельзя сделать как бы симбиоз профессиональной оценки и краудсорсинг? Ну, мы так и думали, краудсорсинг, профессиональная оценка, причем заказчиком на нее могут быть на профессиональную оценку профессиональные объединения. Например, есть объединение пациентов, уже действующие довольно сильные у нас есть, ну, медицинская палата врачей, например, да, которая могла бы выступать таким заказчиком. То есть, это вообще можно полностью ввести из-под государства. Государство может только финансировать и развивать инфраструктуру там, где готово. — Просто для того, чтобы следить за целевым расходованием бюджетных средств? — В том числе да, потому что сегодня, например, что происходит? У нас, ну, возьмем Москву, гигантские бюджеты на образование, здравоохранение, учреждения, по большей части, перешли в статус автономных по 83-му закону, они фактически рыночные. Но деньги они получают не рыночным образом. Конкретный чиновник просто выделяет им госзадание в виде этой субсидии на какую-то услугу. Там даже 94-го ФЗ уже нет. Вот вы как директор ГУПа, просто автономного учреждения медицины или образования, получаете, вот, говорите, я готов там профориентацию детей делать, ну, там 100 миллионов. — Когда эти цифры сравниваешь с инвестиционными бюджетами наших там компаний среднего бизнеса, да и часто крупного бизнеса, да, это не сопоставимо. У нас астрономические деньги проходят через бюджетно-социальные расходы. Вот на днях назначили губернатором Владимирской области, там, исполняющим обязанности Светлану Орлову, там 70% бюджета — это социалка. Это стройка, это создание инфраструктуры. Около 50 триллионов рублей в год — это совокупный федеральный региональный бюджет социальной сферы. — Но вот обратная связь позволит следить за качеством услуг, а не за целевым расходованием средств. — Ну, за их оказанием, за тем вообще есть там эта услуга или нет. Здесь есть один парадокс. — Значит, есть некая услуга, и мы прекрасно понимаем, что она условно стоит, ну, грубо говоря, 10 рублей, да? При этом государство выделяет на нее не 10 рублей, а 100 рублей. — Часто вообще неизвестно сколько. — А часто вообще неизвестно сколько. — Хотя бы потому, что те услуги, которые мы с вами сегодня получаем в социальных учреждениях, это ведь не совсем то, что мы хотим получать. Это нечто, доставшееся нам там с советских времен, как вот такая типовая система. — Безусловно. — А мы с вами доплачиваем за английский, за танцы, например, для детей. — А более того, люди, которые, раз мы с вами доплачиваем, мы уже не являемся, наверное, потребителями непосредственно социальных услуг. — Не являемся. — Ну, частично. — Мы в это обратное... Ну, Володь, вы же тоже... Вряд ли вы ходите в обычную районную поликлинику. — Вопрос, надо ли государству... Дело не только в нас с вами. Надо ли государству вообще финансировать некоторые услуги, которые она сейчас финансирует? Может быть, люди хотят другого? Ведь этим вопросом никто не задается. Государство говорит, я знаю, что нужны... Надо стимулировать демографию. Я знаю, что нужны перинатальные центры. Давайте много-много их построим. Безусловно, хорошее дело. Или государство говорит... — В стране рождаемость все-таки не от количества перинатальных центров зависит. То есть и от них в том числе. — Конечно, и от них. — Но государство должно стимулировать другую. — Да. Или мы говорим, да, гигантская очередь детские сады. Давайте вот строить, 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 строить. Значит, потратим, скажем, миллиард, построим четыре детских садика. — Бессмысленно. — Можно в 20-30 раз меньше денег отдать на стимулированный бизнес из расчета даже 3-5 лет, как бы, если посчитать. Мы это все просчитывали довольно подробно. Давайте сделаем набережную нормальную в городе. — Давайте сделаем историческую часть, восстановим. — А почему государство так поступает? — По привычке. — Привычка или коррумпирование? — Привычка, в первую очередь. — То есть не потому, что... — Так проще. — Не, по-моему, проще действительно своровать деньги, раз оно выделяется таким непрозрачным мутным способом. — Это, наверное, второе уже в списке. Но в первую очередь есть некая привычка, канва. Действительно возникшая еще с советского времени. И по ней просто люди идут. Человека назначают вице-губернатором по социалке, он повторяет то, что делал предыдущий вице-губернатор. У него нет никакой другой модели, хотя бы потому, что он вообще не находится в постоянном системном диалоге с людьми, которые могут что-то ему подсказать. — Но у нас же пока гром не грянет, точнее, президент не скажет, мужик не перекрестится. То есть у нас настолько централизован контроль за всем этим, что это вряд ли получится так работать. — Президент сейчас об этом говорит. Важно, что это не доходит до регионов. И наша задача как раз может быть дать им некую инструкцию. Вот в таком режиме. — Я думаю, что не инструкцию, а трансляцию политической воли, либо изменение того самого... — Действительно, это идет от трансляции политической воли, но механизм, например, модельная программа для региона. — Ну, как вы сделали в Красноярском крае? — Как мы сделали по детским садам, это сейчас около 30 регионов работает по этой программе. Это 5 страничек, это очень короткий, простой документ. Просто список того, что надо делать. — При этом приходит вице-губернатор по социалке, который прекрасно понимает, что если он будет действовать по этой инструкции, то количество денег, которое подлежит распилу, оно сильно, значительно уменьшается. Потому что повышается прозрачность, появляется обратная связь. Простите меня за выражение, нафиг ему это надо? — Ну, чаще надо, оказывается, губернатору. — То есть вопрос стоит о губернаторах. Ну, буквально через минуту вернемся в студию. — Ну что ж, возвращаемся в студию. 6510-996, код города 495. В гостях у меня Владимир Яблонский, директор направлений социальных проектов Агентства стратегических инициатив. А с вами я, Игорь Виталь. Владимир, а мне кажется, что это все-таки не дело губернаторов. Мне кажется, что должна быть создана система, которая как раз от самого верха до самого низу. Помните в свое время, когда стали внедрять всякие ERP и CRM-системы в IT, которые помогали повышать прозрачность для руководства компании? Ну, как бы все там пошли на IPO, и нужно было, чтобы понять, что же происходит внутри компании. И тут руководство компании как-то столкнулось с такой историей, что как бы хотелось, чтобы с одной стороны оно для меня, как для руководителя, было прозрачно, а наружу как-то вот все-таки выходила немножко другая информация. — Ну, вы знаете, может быть, да. Конечно, в государстве должны быть некие общие системы, которые повышают прозрачность, но все-таки социальная сфера — это субъектовая полномочия, дело региона. Если конкретный губернатор, конкретные его там коллеги не занимаются, конкретный марк города, развитием своего города, ну, мы видим то, что видим. Поэтому то, что сверху могут идти какие-то правильные вектора, ну, вот смотрите, например, в Великобритании сейчас 55 тысяч компаний в юридическом статусе социальных предпринимателей. Социального предпринимателя — такой отдельный статус. Совокупный оборот — 27 миллиардов фунтов стерлингов, 5% от всего бизнеса, приносит 9 миллиардов фунтов стерлингов в экономику каждый год, 1% ВВП. Средняя компания, занимающаяся социальным предпринимательством, имеет 10 сотрудников. То есть это фактически малый и средний бизнес, который работает именно в области социальных услуг. У нас этого вообще нет. Нет, и более того, сейчас был Московский экономический форум, если вы знаете, приходил вот буквально на днях ко мне вот сюда же в студию Руслан Гринберг, и приходил Александр Бузгалин, профессор МГУ. И мы как раз все вместе пришли к тому самому выходу. Если компания работает на социальном поле, если компания, вектор ее развития создает, совпадает с вектором развития государства, там государству нужны какие-то услуги, неважно социальные или нет, в данном случае социальные, значит компания имеет какие-то льготы по налогам, компания имеет какое-то возможное льготное финансирование и так далее. Но так, чтобы это не переходило в какие-то коррупционные схемы. И тогда компания работает на этом поле. Нужно поощрять создание таких компаний, причем в обязательном порядке. Не так, что этот Красноярский край выбрал бы этот вариант, а этот край, а в Чечне решили действовать по-другому. Ну вот, поощрять дело хорошее, надо понять опять же, как это можно сделать. Значит, для того, чтобы это подтолкнуть, мы вместе с Минэкономикой федеральной пытаемся увеличить количество кейсов, типовых примеров, на которые можно выделять субсидии на поддержку социального предпринимательства. Потому что у нас сегодня норматива, термин социального предпринимательства фактически существует только в двух местах. В приказе Минэка о поддержке малого и среднего бизнеса и в Википедии. Вот больше нигде это не написано, зато очень активно обсуждается, все об этом говорят. Действительно, совсем разные вещи под этим подразумеваются, и благотворительные вещи зачастую, и проекты, связанные с возвратным финансированием, малый бизнес, да и зачастую крупный бизнес, который якобы там некую социальную функцию выполняет. Вот, чтобы как-то эту ситуацию центрировать, мы придумывали проект таких центров инновации в социальной сфере, центров поддержки социального предпринимательства. Фактически, это идея такая, что у нас есть сегодня во многих регионах бизнес-инкубаторы, технопарки, которые развивают технологический бизнес. Эта система хуже, лучше, но в каком-то виде работает. Она предоставляет площади аутсорсинг, скажем, бухгалтерских юридических услуг в некоторых случаях, так или иначе поддерживает компании на разных стадиях их развития. Ну вот, почему бы не сделать такое в области социального предпринимательства? И мы в прошлом году три таких центра уже открыли в Омске, в Иркутске и в Санкт-Петербурге. В этом году эта позиция тоже вошла в перечень проектов, которые поддерживает федеральная Минэкономика в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Вот буквально за прошлую пятницу мы открыли такой центр с компанией «Русал» в Красноярске как раз, и еще два центра откроются буквально в ближайшие недели, вот следующий в Братске. Это уже на средства «Русала». Идея какая? Что нужна площадка, на которой есть выставка проектов. В частности, через нас прошло уже несколько сот проектов, мы можем давать типовые кейсы в регионы. И я как предприниматель прихожу, могу на этой выставке выбрать, да? Значит, дальше модель финансирования. Это либо возвратное, либо безвозвратное финансирование. Возвратное, есть фабрика кредитов в Сбербанке, есть дорогие кредиты, но тем не менее можно быстро получить. Есть очень много предпринимателей среднего бизнеса. Мы сейчас такой проект вместе с «Деловой России», он называется «Сеть соседей». Это поддержка средним бизнесом разных благотворительных, окупаемых, неокупаемых проектов разворачиваемых. Люди хотят поддерживать, им хочется увидеть меню этих проектов. А мы это меню можем сегодня собрать и довести до региона. Значит, следующий — крупный бизнес. Здесь как раз могут быть и неокупаемые проекты. Возьмем тот же «Русал». Почему компания эта интересна? Есть моногорода, есть тысячи людей, пожилых, женщин, которые сегодня не заняты. Они точно так же могут открывать досуговые центры, детские сады, медицинские офисы, например, если у них есть профильное образование на деньги, финансируя это из денег ОМС. Такая практика в Москве сегодня уже есть. Я имею в виду частные офисы. Значит, их надо научить. Нужны программы обучения. Значит, программы обучения. Но главное, что нам интересно от этих центров, что нужна какая-то не конференция раз в квартал или раз в год, а какая-то постоянная площадка, на которой диалог происходит между теми, кто хочет что-то сделать, теми, кто в том или ином виде готов это поддержать, в частности, из крупного бизнеса, к СООшниками, из среднего бизнеса и, главное, из власти. То есть это такая некая франшиза, поддержанная государством. Фактически, да. С обязательством, опять же, для региона, для региональной власти постоянно в этом участвовать. Потому что, если мы говорим о том, что они не очень понимают, зачастую ведь, ну, не все хотят распилить. Давайте так прямо скажем. Мы много ездим по регионам. Я не говорю, что все. У нас был такой мотив. Конечно, это происходит. Я исхожу, как вы, из собственного. Мы все исходим из реальности. Вот мы много, почти раз в неделю минимум ездим по регионам, видим очень много людей. Зачастую нашими сторонниками больше становятся не люди из социального блока, они как раз более консервативны, а сами губернаторы, министры экономики, региональные корпорации развития, вице-губернаторы по инвестициям, по экономике, по финансам, почему-то они вполне нацелены на то, чтобы развивать. Они понимают, например, что нужно называть инвестиционный климат. Для того, чтобы инвестиционный климат развивался, приходил крупный и средний бизнес, нужны люди, которые хотят там жить. Возникает ситуация, когда они чуть-чуть больше начинают получать денег и немедленно переезжают в Москву и далее еще куда-то. Вот сейчас Facebook открой, там каждый десятый пост будет про то, как хорошо жить в Латвии, потому что там дешевые свежие продукты и все остальное. И мы можем сколько угодно работать над инвестиционным климатом, но если мы не будем создавать такую социальную среду, сопоставимую с Европой, прямо скажем, в которой люди хотят жить, ну мы просто ничего не добьемся. А это и дизайн этой среды, это и качество социальных услуг, это действительно вера в то, что твой голос там в краудсорсинге, когда ты написал, мне не нравится эта поликлиника или детский сад, ну как-то хотя бы будет услышан. И для этого надо создавать кейсы, примеры, собственно, над чем агентство работает. А вот центры инноваций, о которых мы говорим, это площадка связи. Мы хотим добиться того, чтобы принятие решений о инвестициях в социальную инфраструктуру, эти инвестиции с регионального уровня, они довольно большие, это десятки сотни миллиардов рублей на сегодня, это строительство новых объектов, они принимались просто не в закрытом режиме, там, соответствующим вице-губернаторам или губернаторам, в этом участвовали, ну не то, что бизнес, зрелые люди, которые там есть на территории, которые хотят там жить. Но вот на самом деле насчет зрелых людей, это еще один вопрос, потому что я вижу, что сейчас существует некая прослойка, которая и стоит в стороне и от протестного движения, но с другой стороны, она хочет идти объяснять власти, как делать какие-то проекты, да, например, там, я знаю, в Свердловской области там серьезно идет проект по транспортной инфраструктуре, да. Вот, к сожалению, большинство этих людей властью неуслышаны, у них нет механизмов, ну, механизм обсуждения есть, сядь на кухне, обсуждай, но механизм обсуждения это с профессионалами и попытки донести какие-то идеи дорегиональных, до муниципальных властей, и даже если не получить финансирование, но получить понимание и привлечь к этому-то какое-нибудь, допустим, частное государственное партнерство, этот механизм отсутствует, и мне кажется, что вот как раз ваша роль могла бы быть такой. Ну, вы знаете, так и есть, это абсолютно верно, вот то, что касается развития предпринимательского инвестиционного климата, здесь агентство во многих регионах уже что-то сделано, удается этот диалог наладить на сегодня, и этих людей вытащить на региональном уровне, и как-то так, чтобы они не боялись это прямо искать не только на кухне или в бане, а вот на официальном собрании. То, что касается социальной сферы и бизнеса в социальной сфере, здесь намного тяжелее, более консервативная среда, и привычки действительно совсем нет у тех, кто социальным блоком в регионах занимается, и мы сейчас пытаемся это делать активно, но надеемся, что получится. Ну, в той же Свердловской области, как пример, вот если говорить, там в течение четырех лет предприниматель, Женя Голубенко проталкивал фактически проект, вместо того, чтобы строить детские сады, надстраивать третьи этажи, делать комплексную реконструкцию старого садика, ну, полностью менять внутреннее, внешнее его устройство. В конце концов, около года мы только помогали этому проекту, в конце концов, вот в ноябре прошлого года сдали, первый детсад получился на 40% дешевле, чем строить новый. Тут же получил заказ 18 объектов, 1,8 миллиарда вот на этот год. — А насколько вот в прямую окупаются такие вещи? — Ну, вот это прямая экономия для бюджета, посчитайте. — Я понял, для бюджета это да, а для меня вот я как бы получил возможность настраивать там третий этаж, мне разрешил государство. — Ну, вы вышли на рынок фактически. — То есть я вышел на рынок с легким административным ресурсом, скажем так? — С сильным административным ресурсом. — С сильным административным ресурсом. — Ну, там нет какого-то, знаете, что вот этого человека поддержали исключительно потому, что его поддерживает там Путин, агентство и так далее. Ну, это просто конкретно выгоднее. Я сам разговаривал с министром строительства Свердловской области. Они говорят, ну, мы посмотрели, да, вот провели анализ, у нас действительно эти 18 объектов попадают, нам выгоднее это сделать. Вот и все, чистые деньги. — Ну, потому что я видел... — Они просто убедились в том, что это работает. Они как только увидели, что это построено, работает, ну, как вопрос отпали. — Я вот еще экспертную оценку не всегда вижу, потому что там одно время тут по всяким тусовкам бродил мальчик, который рассказывал, вот мы вместе с моей барышней на Селигере показали президенту, или тогда Путин был, по-моему, премьер-министром проект, который позволяет там на входы в море сделать вещь, которая просто очищает обувь. Ну, вот ты проходишь под дорожки, она у тебя очищается, там, мол и чище, меньше затрат на уборку, все, и он везде бегал там с резолюции премьер-министра, значит, направить куда-то. — Люди серьезные, которые там рассматривали этот проект, тихо хихикали, и я прекрасно понимаю, что таких проектов бродит море, которые люди приходят, где-то в какой-то момент нужно подскочить к президенту. А меня, на самом деле, вот другая тема волнует. В моногорода, да, в которых мы годами, десятилетиями слышим о том, что мы не можем избавиться от них, потому что, хотя столько народу там не нужно, столько профессий не нужно, ну, тот же АвтоВАЗ, хоть и не моногород, да. — Практически. — Да, это социальная нагрузка, куда же мы этих людей делим? За все эти годы их можно было бы переучить, создать новые рабочие места, создать новые специальности, придумать то, что называется дать удочку, да, не накормить рыбу, а дать удочку. — Смотрите, мы опять рассуждаем, мы говорим, можно было бы. — Так нет, вот сейчас. — Кому это адресовано? Значит, государство привыкло продуцировать некоторые, ну, в общем-то, типовые схемы решения проблемы, типовые услуги. Причем многие методы, которые нам достались, опять же, там, со сталинских времен, сейчас просто не работают. И дай бог, что в существующей сегодня системе, когда сложность управления, сложность жизни и ее темп увеличились в разы буквально за последние десятилетия, вот эта государственная машина как-то там удерживает в целом это все в управляемом состоянии, я действительно так считаю. Просто нужны совсем другие механизмы, которые, может быть, работают, ну, скажем, мы говорим о детях, это же не отраслевая проблема. Вот образование говорит, мы здоровьем, детей не занимаемся, мы там этим не занимаемся. Это проблемы межотраслевые. У нас очень мало структур, которые работают как бы по горизонтали, а не по вертикали. Вот, если говорить о моногородах, то, что вы сказали, ну, надо дать возможность бизнесу это делать. Если, почему мы должны людям, вот, людей переучить? Мы должны предложить что-то, на что они сами согласятся. Нет, я говорю, что их надо насильно переучить. Это не значит, что завтра там в Пикалево приходят взвод ОМОН и говорят, так, чуваки, с завтрашнего дня вы работаете не на заводе, а вы программисты. Если послезавтра вы не выучите Visual Fox Pro какой-нибудь, да, то послезавтра будете расстреляны. Нет, но создать возможность, да, объяснить. Ребят, к сожалению, или к счастью, или к сожалению, изменилась экономическая структура региона, изменилась социальная структура, вообще экономическая структура государства. Да, ребята, вы учились 15 лет на то, чтобы быть слесарем, фрезеровщиком шестого разряда, и вы гениальны. Естественно, к сожалению, это больше не востребовано. Мы не выгоняем вас на улицу, мы даем вам... Здесь я хоть, вот вы говорили, Fox Pro, я тоже по образованию айтишник, и... После выпуска новостей буквально, да, саспенс такой оставил. Ну что ж, возвращаемся, это Игорь Виттель и парадокс с Игорем Виттельем. В гостях у меня Владимир Яблонский, и мы прервали Владимира на том, что Владимир был айтишником. Был айтишником по образованию, действительно, и привык мыслить логически, но вот, отвечая на вопрос, я думаю, все-таки есть момент веры. Вот если человек не верит, он, ну, может, конечно, ОМОН ему заставить переучиваться, там, на программиста, но... В реальности он просто должен поверить и захотеть. Если мы не можем продать человеку... Вот он сидит в этом моногороде, мы разговаривали, действительно, тоже пытались вникнуть ситуацию. Есть пенсионеры, у них грядки, значит, ну, плюс еще там лес, например, в Рукбай, мы там куда-то незаконно что-то продаем, да, брагоньерствуем. Ну, это имеет место в реальности. Что нужно сделать, чтобы человек поверил и захотел куда-то переехать? Ну, нужно что-то придумать. А я не говорю о том, чтобы переехать, потому что у нас вот есть, я там, 30 с лишним лет, у меня есть одноклассник практически полный тезка, Игорь Саниславович Березин, в отличие от меня человек умным, президент гильдии маркетологов, он такой как раз либерал до мозга костей, еще Гайдаровского призыва. Мы с ним все время из-за этого ругаемся, недостаточно социально-мобильный, здесь нет работы, переезжай, нету в Пикалево, люди жалуются, там, 6 тысяч зарплаты в Москве, он мне показывал, тряс вот прямо здесь, в этой студии, механик лифта там 80 тысяч рублей получает, или инженер по лифтам. Я как раз не сторонник этого, я сторонник того, что ежели люди прикипели к своей земле и так далее, это, кстати, Пикалеву еще не самый крайний случай, мы можем привести в пример Дальний Восток, когда люди привыкли заниматься серым бизнесом, праворульными машинами. И продолжают, вот недалеко, кстати, даже не на Дальнем Востоке, в Иркутске позавчера взяли начальника ГИБДД, которые просто разобраны, из Японии возили разобраны, у них этот бизнес, там другого нету, весь край на этом живет. И вдруг всему Дальному Востоку говорят, так, ребят, с завтрашнего дня никаких правых рулей, мы вам тут будем строить завод Лада, ну еще там, по-моему, Саньон что-то собирался строить. Да пошли вы, отвечает Дальний Восток целиком, и я их понимаю. А вот если создать действительно, я сейчас не то что в порядке бреда, но какую-то почву для малого предпринимательства, еще и социально ориентированного, замечательно, у них при усадебном участке это хорошо. Дальний Восток, действительно, недавно там были, поражает, вот общаясь с людьми, поражает, я бы так сказал, предпринимательский дух. С одной стороны, предпринимательский дух, две вещи, предпринимательский дух, а второй, они не считают себя Россией, к сожалению, уже. Отношение к москвичам, к людям, приехавшим из центра, при всем гостеприимстве, янки-гоу-хоу, здесь вашей власти нет. И это вот потому, что мы забыли про Дальний Восток, они говорят, хорошо, ребят, нам ближе Китай, нам ближе Япония, мы будем заниматься вот фарцовкой автомобилями с правовым рулем. Мы сегодня говорим о том, что поставлена задача создать 25 миллионов новых рабочих мест. Мы же прекрасно понимаем, что строится новый завод, и там рабочих мест будет меньше, чем на старом, потому что там стоят роботы, и на этом, не знаю, автосборочном предприятии будет работать там 20, 50, 100 человек. Замечательно, так не обязательно строить. Ну, явно не миллион. Мы прекрасно понимаем, что если мы построим автомобильный завод... Сейчас я хочу закончить мысль. Если мы построим этот завод, во-первых, вокруг должна быть инфраструктура, во-вторых, мы можем создать сотни тысяч рабочих мест вокруг этого завода в секторе обслуживания и в социальных услугах. Те же детские сады, тот же досуг, те же хорошие услуги, за которые люди, получающие нормальную зарплату, захотят платить. У нас сегодня, например, тоже вариант морных городов, скажем, военные поселки, зато у нас военные в второй год стали получать намного больше денег. А куда их тратить? Вот не надо на мою больную мозоль. Я сейчас расскажу, как они стали получать много денег, потому что они, к сожалению, у них еще отняли все льготы. Поэтому, по факту, огромное количество военных стало получать меньше денег. Но дело не в этом. А, допустим, на Дальнем Востоке... Есть платежеспособный спрос. Хорошо, на Дальнем Востоке можно... Вряд ли построим автомобильный завод, который будет конкурировать с японским. Хотя, если японцев поставим там завод, и цены будут отличаться не сильно, чем в Японии, а качество такое же, ну и прекрасно, но... Мы очень далеко заходим. Мы недалеко заходим. Есть более простые вещи. Например, что ограничивает бизнес в этой сфере? Кредиты, площади. Если мы, например, введем институт, вот сделаем закон о социальной предпринимательстве, например, и введем институт, ну давайте условно скажем, социальной аренды. Если ты занимаешься четко направленно социальными функциями в своем бизнесе, он там, скажем, средний или низкомаржинален, ты имеешь возможность от государства или не от государства получить либо льготную аренду, либо там датированную... Прекрасная идея. Мы получим сразу безумный рост в этом секторе. Прекрасная идея, только у меня сразу возникают другие два вопроса. Ну я сегодня адвокатом дьявола поработаю. Мы все прекрасно помним, как такие льготы были выданы определенным фондом. Афганцев, церкви и так далее, да? А ровно... Благая же идея, только дорога в ад, как обычно, выслана. Через что завозились сигареты, паленый алкоголь и так далее? Мне кажется, вот если сравнить ситуацию, когда завозили и сейчас, сейчас мы проверять умеем намного лучше. Все, что угодно. Кстати, когда пришел Сергей Семенович Собянин, к сожалению, или к счастью, и проверил то, что происходило с технопарками, еще одна была любимая тема, да? Выяснилось, что, например, под видом технопарка существует ювелирный магазин на Тверской. Мне вот рассказывали люди. Правда, люди потом сами выяснили, что не очень хорошие схемы. Все по цепочке говорят, другие воруют. Потом выясняется, что цепочка-то та же самая. Контроль, жесткий контроль. Правильная тема, занимаешься социально ориентированным бизнесом, не обязательно даже строительство. Ты хочешь, чтобы строить, как нам, товарищ Путин, велел 25 тысяч за квадратный метр? Прекрасно, вписывайся, мы тебе даем инфраструктуру, мы тебе даем это, мы тебе даем, избавляем хотя бы от административной нагрузки в 40% взяток, которые даются на строительство. И все, вперед, строй, только тогда у тебя метр должен быть не больше 28-30. Вот беседа у нас, наверное, очень правильная. Единственное, что все мы люди реальные, понимаем, что сделать можно мало. Редко удается сделать сразу и много. Вот мы пытаемся найти те темы, те кейсы, где, ну, говоря так, прорваться можно быстрее. Вот я приводил пример. Детские сады, детские лагеря. Ну, так получилось, что взяли за тему детства, потому что по соцопросам, по аналитике, с которым мы работаем, мы видели, что людей это очень важная вещь. Зачастую намного более важная, чем все остальное, действительно, то, что происходит с детьми. И когда люди не понимают, действительно, где ребенок будет учиться, ну, у нас сколько женщин сегодня сидят с детьми дома, которые могут прийти на рынок труда, где, в принципе, людей не хватает во многих регионах. Другие готовы, ну, государство готово, как бы деньги есть, потребность есть, все есть, нет просто механизма. Вот мы туда идем. Там, где надо создать принципиально новое, вот построить новую систему, ну, как, например, с арендой, здесь, конечно, больше рисков. Может быть, может быть, вот я вспоминаю то, что происходило при Андропове, когда разные команды разрабатывали разные модели экономических преобразований. Может быть, нам надо выделить 2-3 региона, ну, например, может быть, и Приморье, сделать федеральные законы, сделать там просто особый статус, эксперимент на несколько лет, да. Сейчас, в принципе, мы говорим... Ну, на острове Русском как раз, там сейчас понастроили непонятно чего, не пойми и зачем, а место хорошее. Тем более, там Северная Корея рядом, если не получится, ну, попросим Кимчинова. Стереть следы прибывания. Не, ну, я серьезно говорю, такие эксперименты... У нас же такое было, там, по-моему, Калмыкия у нас с экспериментальным было регионом. По офшорам, да. Ну, про внутренние офшоры, кстати. Опять-таки, вот у нас премьер предложил на Дальнем Востоке внутренние офшоры делать. Нет, я имею в виду, Нижний Новгород тогда, Немцов, помните, у него же была особая экономическая зона. Я как раз за такое. Просто мне кажется, что нужно создавать огромное количество франшиз социально ориентированных. Ну, смотрите, мы смотрели, например, в Москве сейчас очень много клубов танцев, да? Девушки, женщины. Изучаем рынок. Я боюсь подумать, куда вы ведете, Владимир. Да-да-да. Хотят заниматься. Разговариваем с этими компаниями, которые по франшизам, в том числе в регионах, открывают такие центры. Говорим, что мешает, вот у вас сейчас есть там, скажем, 100 объектов, что мешает сделать тысячу? Спрос есть. Говорят, да, спрос есть, но мы работаем в белую, вот как ни странно, да, по аренде. У нас вся аренда, значит, коммерческая. Вот этой муниципальной нет вообще. Если нам бы удавалось ее получать, там, гарантированно, ну, хоть в каких-то более-менее льготных условиях, мы бы, да, и в доле, по-моему, себестоимости, там, 40% у них аренда занимает. То есть мы бы в разы увеличились. Технология есть. Вот мы говорим, сегодня реализуется проект «Дома новой культуры». Вот четыре штуки хотят создать, уже первые, по-моему, в Калуге там начали открывать, это Сурков занимается. Ну, что такое четыре «Дома культуры» нового типа? Их нужно 400 на сегодня. Ну, как их делать? Может быть, нам не надо, опять же, просить государству или заказывать кому-то принципиально новую концепцию, готовить под нее кадры. Мы можем взять здание, которое существует сегодня, которое принадлежит, например, муниципалитету, пусть оно тому будет или региону. Один этаж отдать по франшизе одной сети, которая умеет что-то делать, бизнес-сети. Другой отдать, там, ворд-классу, например, третье, еще кому-то четвертый, тем, кто иной. Детский досуговый центр делает, и мы получим работающую схему. Вот мы приходим, например, в торговый центр, ну, грант. Мы же, покупая там какую-то мебель, платим, заметьте, не конкретному арендатору, мы платим в общую кассу. Значит, там делят между собой доходы владелец этого торгового центра и арендатор, который продает непосредственно услугу. Значит, все это происходит в белую. Вот такую же модель можно перенести и на почту социальной сферы. Пусть, скажем, ГУП какой-нибудь будет оператором или, опять же, по конкурсу частная компания будет получать деньги от родителей или, там, бюджетное какое-то финансирование и в какой-то, там, 50-50 или в какой-то другой пропорции распределять между теми франшизами, которые те или иные социальные услуги, скажем, досуговые. А потом мы приходим посмотреть на этот клуб танцев женщин, выясняется, что в этом досуговом центре по льготной ставке, да, таки клуб танцев женщин, но почему-то есть шест, совест придушин, и там совсем другой. А это уже авторитет сети, понимаете? Если, я не думаю, что там условный ворд-класс будет, на это пойдет. Я как раз за. Послушаем наше радиослушатель по имени Владимира, я надеюсь, что это не Владимир Владимирович у нас решил присоединиться к нашей беседе. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Я вот тут вот смотрю Владимир Симага вот про борьбу в бизнес-элит наших и англо-саксонских там. А при чем тут Владимир Симага? Мы немножко о другом сейчас говорим. А, понял. Я хотел... Да, видимо, товарищ ошибся. Мы говорили о том, что у англо-саксонских есть чему поучиться в этой области. Действительно, в Великобритании, да в Европе доля социальных услуг, которые оказывают, скажем, социально ориентированные НКО, это где-то 10%, иногда и 15%. У нас 1%. Мы сегодня много говорим об НКО, действительно, про сиротство. Ну, по-моему, я думаю, можно не цитировать то, что мы видим в новостях. Но у нас сегодня есть тысячи, десятки тысяч действительно людей, которые объединились в этой НКО, и которые вполне успешно, ну, например, помогают решать вопросы сиротства или профилактики отказов от несовершеннолетних детей. Мы такой проект из Новосибирска сейчас в 40 регионах тиражируем. Это действительно работает. Может быть, этого не видно где-то в прессе, там, в пиаре, но это есть, и деньги на это практически не выделяют сегодня государственные, на поддержку таких инициатив граждан, гражданских инициатив. А мне кажется, здесь очень большой потенциал, и это очень важно, когда люди просто берут на себя ответственность и готовы что-то менять в своей стране. Это правильно, но дело в том, что при благотворительности, или при том, когда они сами организуются, занимаются самофинансированием, на мой взгляд, не лучший вариант, и государственные деньги. Вот государственно-частное партнерство или частный бизнес, который готов в это идти при условии определенных льгот. Поэтому мы говорим про социальное предпринимательство, потому что если это предпринимательство, а не просто какой-то гражданский проект, то бизнес или благотворитель может быть уверен, что там хороший менеджмент, что это просто не развалится через месяц, что тот человек, который во главе этого проекта стоит, он будет нацелен на то, чтобы он функционировал. Просто вектор должен быть non-for-profit, то есть не ради получения маржинальности, а ради именно социальной услуги. Не корысти ради, а только воли пославшие у меня государство. Как-то так. У нас передача подходит к концу. Я хотел напомнить, что у нас в студии был Владимир Яблонский, директор направления социальный проект Агентства стратегических инициатив, и я, Игорь Виттель, и услышимся мы завтра в то же время. Даст Бог. Всего вам доброго и удачи в делах.